Танцы, губернский полк и даже кавалеристы верхом на породистых жеребцах. Похоже, все прохожие на Покровке собрались здесь, чтобы стать свидетелями исторического момента. Как сто лет назад, 17 мая, в Нижний Новгород приезжает император Николай II. Он хочет сам увидеть первое здание Нижегородской конторы Государственного банка Российской империи. Столетия спустя, пережив две войны, это здание становится практически легендарным. Построенное в 1913 году по проекту русского архитектора Покровского, оно по-прежнему привлекает своей необычностью. В нем сочетается старинный стиль 17 века и тогда только начинающийся модерн, будто военная крепость захотела стать королевским дворцом. Там все красиво так оформлено, в таком духе старинном, будто попадаешь в 19 век. Вот эта красота неописуемая. Обычному человеку с улицы ни за что не попасть в это святая святых всей финансовой системы. Но только не сегодня. Раз в году работники банка забывают о цифрах и экономических нормативах и становятся историками и экскурсоводами. Кто же лучше расскажет о внутренних росписях на стенах и потолках, о великолепных шестиметровых хрустальных люстрах. Каждый предмет здесь хранит дух времени. Вместо обыкновенных ножек стола – деревянные атланты. А замысловатый орел на стене на самом деле обыкновенная вытяжка. Николаев и Георгий Башков. Вот этот зал и тот зал. Выполнены они. А этот экспонат появился совсем недавно. Список Федоровской иконы Божией Матери, уничтоженной в 1918 году. Она вновь заняла свое законное место только спустя 95 лет. Я думаю, что все-таки эта икона защищала дом Романовых. И так как, в общем-то, это здание построено и в то же время, и с учетом их, их юбилея. Я думаю, что каждый подойдет со своим каким-то желанием к ней. К внутреннему убранству совершенно невозможно привыкнуть. На потолке знаменитый художник Иван Яковлевич Билибин смог разместить и гербы российских городов, и знаки зодиака, и моменты истории. Даже приходя сюда каждый день, можно найти что-то новое. Я каждый день прихожу сюда, и каждый день не могу оторвать глаз ни от росписи, ни от наших прекрасных люстр, ни от нашей лестницы. И, конечно, от фасада, который сейчас преобразился к столетию банка. Поэтому, не знаю, я каждый раз благодарю Богу, что я здесь работаю. Мне тут очень понравились, тут очень красивые потолки, стены. Тут так много всего красивого. И как в любом историческом месте, здесь есть своя легенда. Считается, что если посмотреть в зеркало на втором этаже и загадать желание, оно непременно сбудется. Посетители стремятся воспользоваться выпавшим шансом. Неизвестно, когда в следующий раз сюда попадешь. Варвара Ермакова, Максим Веселов.